Если вы думаете, что Эдвард Билл это единственная опасность в этом городе, которая может вам выехать на встречу, вы очень сильно ошибаетесь. Вот Эдвард Билл пусть х**лый, но пранки. Да, был перебор. Никто не спорил, ни защищай ни в коем случае. Вот, например, у меня очень много штрафов. Я все плачу. Я все плачу, я все оплачиваю, я несу ответственность в рамках закона так, как положено. Он виноват, он понесет свое наказание и он не молодец. Друзья, привет. Записываю. Меня тут бомбануло так, что слов нет. Хочу записать это видео. Мне пишет огромное количество журналистов, репортеров с разных телеканалов. Вообще морожу всех, ни с кем разговаривать не буду, потому что не хочу, чтобы то, что я говорю, переворачивали так, как удобно им. История, касаемая Эдварда Билла. Я в начале этого разговора хочу сразу вам всем сказать, что я ни в коем случае не оправдываю его поступок. Я ни в коем случае не оправдываю то, каким образом он снимал ролики. Я не оправдываю и не лезу в то, в какую ситуацию он попал. Я не оправдываю то, что он там гонял по дорогам общего пользования, был в таком количестве большом аварии и так далее. Я могу это повторять очень долго. И говорю, не оправдываю абсолютно точно. Как говорится, не можешь срать, не мучай жопу. А уж тем более, если ты это делаешь и при этом подвергаешь огромнейшей опасности других людей. Если вы думаете, что Эдвард Билл это единственная опасность в этом городе, которая может вам выехать на встречу, вы очень сильно ошибаетесь. Огромное количество людей, неопытных, которые пытаются что-то снять, что-то сделать. Некоторые просто не пытаются ничего снять. Не нужно этого алито именно блогера. Они такие плохие. Вот они так гоняют, пытаются снимать. Да, Эдвард Билл там, вот такой, он там гоняет. Он пришел в эту автомобильную сферу, вообще из другой сферы. И здесь нужно отдавать отчет тому, что ты делаешь. Я ему очень много это раз говорил. Поэтому я ни в коем случае его не пытаюсь как-то выгородить. И ни в коем случае не пытаюсь сказать, что он там молодец. Или там он не виноват, он понесет свое наказание и он не молодец. Это первая часть того, что я хотел сказать. Вторая часть. Есть небезызвестный Илья Варламов, если я не ошибаюсь. Значит, этот замечательный блогер выпустил выпуск, где он прохайповал на этой теме с Эдвардом Биллом. Облил его полностью говном. Ну, по большей части, я могу сказать, где-то заслуженно, заделая. Абсолютно честно. Но не зная обстоятельств, не зная, кто при каких обстоятельствах, где сидел. Кто, значит, начал заявлять, что Эдвард Билл вылез из-за руля и начал отказываться, что он был за рулем. Говорил про какие-то там моменты, что Эдвард Билл пытался чего-то избежать, там, ответственности и так далее. Илья Варламов, ты пи***л. Потому что, если ты не знаешь то, о чем ты говоришь, и не можешь это подтвердить вообще, ну, никак, никаким образом, то зачем ты об этом говоришь? А большая часть того, что говорит Варламов, конечно, она правильная. Она, конечно, очень в красках. Он, конечно, хайпует на этой теме. Я думаю, что это, наверное, не та тема, на которую надо хайповать. Но Варламов думает по-другому. Я думал, я на самом деле об этом человеке был более лучшего мнения. Не в плане того, что он там хороший или плохой, а в плане профессионала. Я думал, он более профессионально подходит к вопросам своей работы, но оказалось это не так. Я думаю, в других его там каких-то расследованиях и вещах ровно то же самое. То есть по этой ситуации могу точно сказать, что начало его ролика большая часть просто, ну, фантазия. Он просто набрал все, что мог с новостей, приплюсовал и дальше начал это раскачивать. Дальше то, что идет раскачка у него в сюжете, можете посмотреть. Она правильная, я с ней согласен, там сложно поспорить. Но это, наверное, не то, на чем нужно хайповать. Вот, что я хотел сказать. Дальше у нас следующий появляется персонажик. Значит, мой нелюбимый человек по фамилии Соболев. Значит, человек, профессионально рующийся в чужих грязных трусах. Я считаю его не просто, я его не могу считать там профессионалом, да, потому что мне не совсем понятно, что он делает. Он занимается тем, что он роется в грязных трусах, причем, ладно бы он честно рассказывал, он делает все конкретно за бабки. Вот ему дают указания, ему дают какую-то фактуру. Вот по поводу меня он кучу роликов делал. Я ему как-то в интервью у Пиловарова сказал, вот так где-нибудь встретимся в какой-то обстановке. Просто вот как мужику дам п***ть просто. Потому что за те вещи, о которых он говорит, которых он не знает, которые он не сможет обосновать, не сможет объяснить, откуда он взял эту информацию. Что он не подтвержден, а он ее просто вот как бы выносит в интернет и не может ее подтвердить. Ну, по крайней мере, в отношении меня. Больше я ни за кого не говорю. Хотя очень много людей, которые к нему имеют претензии. Ну, то есть человек просто сурет. Ладно бы он, я не могу сказать, что эта тема там про Эдварда Билла какая-то типа там запретная. Да, да, конечно надо рассказывать, конечно надо говорить, конечно нужно показывать людям, что это плохо, так нельзя. Вот ошибки, какие были допущены у человека. Вот сейчас какой будет результат плачевный. То, что женщина пострадала. Абсолютно согласен с этим. Но когда ты пытаешься это как-то приукрасить, причем сделать это достаточно, ну, дешево, выглядит это прям, ну, мерзко, честно говоря. Вот просто мерзко. Сам Коля выглядит мерзко. Ну, потому что он уже и так по локоть в голову уже с ним все понятно. Я уже к этому привык. Мне уже как бы понятно, что это за человек. Но знаете, что я хочу сказать? Вы можете себе представить, он же дружил с Эдвардом Биллом. Он с ним дружил, он к нему влезал под шкуру, он такой прям такой лощеный, такой пытался дружить, там узнавать чего как. А потом, когда узнавал, вот так делают только черти. Ну, черти, бесы прям конкретные. Я хочу, чтобы вы понимали, что он черт. И он черт не как по каким-то там тюренам ни в коем случае понятиям. Он черт по жизни. Ну, он просто, знаете, такие люди бесы есть, бесявые. Вот они в жизни просто так себя ведут. Вот давай я вот тут вот хайпану на этой теме, а вот тут хайпану на этой. Идем дальше. Меня многие журналисты спрашивают по этой ситуации в целом. Я повторяю еще раз, я это говорю уже больше, наверное, 15 лет. Я очень долго пытался докричаться до мэрии, до руководства Москвы, сказать, ребят, ну пожалуйста, ну поймите. Но есть молодежь, которая всегда будет гонять, они все равно будут гонять, они все равно будут сжиганить, показывать, какие они там классные, друг перед другом, снимать видео и так далее. Мы поставим камеры, и все это прекратится. Поставили камеры, не прекратилось. Мы перекроем вам Воробьевы горы. Перекрыли, молодцы, все вообще, перекрыли так, чтобы вам не горю. Работает все как часы, умнички. Ничего не поменялось. Что произошло? А просто несколько десятков тысяч машин, которые гоняются и тусовались в одном месте. Они теперь, и так они друг перед другом это делали, показывали у себя. Вот тут вот, на Воробьевых это было. А сейчас это происходит, знаете где? Сейчас это происходит по всей Москве. По всей Москве и по всей России. Потому что там, где нет площадок, где народ может показывать друг другу хуй с ху. Это все происходит в городе. Пожалуйста, будьте любезны. Ну пожалуйста, ну услышьте меня. Ну давайте встречу пройдем. Ну давайте, давайте какое-нибудь место выделим. И мы там будем собираться. И я вам гарантирую, как вот я гарантирую вам лично, что я сделаю гонки уличные, не уличные в городе немодными. Немодными. Это самое важное, что нужно сделать. И предложил массу вариантов. Предлагал Лужники, говорю, смотрите, закрытая территория. С одной стороны ограждена водой, с другой стороны ограждена третьим транспортным кольцом и железной дорогой. Вам не нужно тратиться на такое большое количество полицейских. Вам не нужно 500 машин там по всему городу пускать. Поставьте три машины около входа, три машины около выхода. На Лужники. И там будут тусовки проходить. В ночное время, в вечернее. С пятницы на субботу, суббота на воскресенье, например, с воскресенья на понедельник. И все. А в будни все будет как всегда. Ну максимум там парковки будут. Ребята будут собираться, стоять. И никаких тусовок там особо не будет. Что вы получите при этом? Вы получите то, что большая часть прослит за выражение отморозков, которые были, есть и будут. И вы ничего с ними не сделаете. Точно так же, как вы не можете сделать природой человека ничего. Если человек врал, обманывал, грабил, убивал и так далее. И преступление, никто же не говорит, что у нас есть МВД, ФСБ и так далее. И вот они скоро сделают так, что преступлений вообще никогда не будет никаких. Ну это как бы все понимают, да, взрослые люди, что такого не будет. Поэтому это постоянная профилактика, постоянная работа. Вот помимо тех замечательнейших вещей, которые сделали с точки зрения, я считаю, видеокамеры. Вот, например, у меня очень много штрафов. Я все плачу. Я все плачу, я все оплачиваю, я несу ответственность в рамках закона так, как положено. Я не снимаю номера. Я, как и раньше, я делал, там, стирал номера. Я не ставлю никаких обманок. Все, за все надо платить. Все, есть правила, есть условия. Пожалуйста, нарушил, расплачивайся так, как это и есть без закона. Спасибо. 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 Спасибо.